Став, который на сегодняшний матч выставляет Дуайр, и я абсолютно с тобой солидарен, что Дэнни Тейлор ему предоставляли. То же самое примерно было в прошлом сезоне вот как раз с Виктором Фастом, который тоже не воспользовался вовремя. Центр и шайба вновь в зоне ЦСКА. Вот они поборются. Балдюк великолепно на Генуэя. Ну, наверное, с другого раку. Красиво. Краски, но. Нет, там и подцепить не было возможности, но и Грэг Спорт, конечно. Он под щитком пускал, по-моему, просто не попал. Да, и вот опять же в защите отработал Грэг Спорт. Не сильно. Их больше интересует своя игра. Своя игра, да. Скатиться набрать. Четвертый номер ЦСКА на прецизонах мы уже увидали, парень. Франсис Парен набрасывал шайбу. Там шайба скакнул, на Виктор Фаст ее прижимает. Ты не пустил Чмыхов на... Забирают армейца шайбу. Но паста! Перехватил пасту, он чужой, потому что передача была на Науменкова. Но... Ну, отидел момент этого броска. Вот отсюда будет хорошо, очень видно. То есть вот. И с разворотом... Свои перекрыты, перекрыты-то больше оказываются. Да, там и Кирилл Петров с горным Безина как раз проезжали в этот момент перед Дэнни Тейлором. Ну и тем самым дезориентировали вратаря в этой ситуации. И попал куда-то, посмотри. Попал, конечно. Вот такая атака 2 в 0 получается на ворота Нико Ковинин. А и с легкостью армейцы реализуют этот момент. Ну вот о чем мы в принципе... Я бы сказал... Это может быть такая смесь гремучая. Тем более, что они оба не стесняются атаковать из не самых удобных позиций. В хорошем бросковом опыт. То есть вот связочка. Кажется, перспективно неправильно говорить. Очень многообещающе. Да, да. Но пока они разыграли комбинации, вторая шайба ЦСКА. В воротах чуть не сказал Тейлор. Именно уже Ховинин защищает. Тошная импровизация. Да, двоих собрался. Принавшайба расстаться. Балдюк, в воротах, гол! Реализует чистый переезд на гнищах. Реализует очень спокойно. Жиру. Богдан Киселевич к нему уже устремляется. Но уже по вторым движениям там и Киселевич, и Ажиганов на него дернулись. А фаст уже отыгран. А фаст уже был отыгран, да. Потому что бросок шел вбок. Жиру подставил клюшку. И в любом случае она сменила траекторию полета. Петров. Резает на пятачок. И обыгрывает Оганина. Ну, как банальная фраза. На пятачок. И Кирилл Петров увидел это пространство между защитником и вратарем. И ворвался туда. И, опять же, очень хорошо он попал. Успел он на вытянутых руках пробросить шайбу мимо Никовинина. И рядом с щитком, рядом в притирку со штангой, я бы даже так сказал, отправляет шайбу в ворота Медвежчака. И вновь преимущество армейцев две шайбы. Ну, смотри, мы по поводу Петрова и Муршика сегодня уже, как говорится, расшаткались, да? Хватит. Молодцы, доказали. Третье форвардом в этом звене. Валерий Нечушко сегодня выходит по 4-й ситуации. Интересно, звено Муршика, который сегодня забил две шайбы. Быстроруки Ян выигрывает, бросает. Оно выходит на реализацию, да? Нечушкин пока на пятачке, на дальней штанге Муршик. Бросок поворота, пустые ворота. Кирилл Петров дубль. Третья шайба этого звена. Тренили вратаря. По причине, так сказать, да, до конца неведомы. Но разница-то вратарского мастерства совершенно понятна. А с другой стороны два армейца, да еще один свой. Закрывают обзор. Бросок был не на гол, он шел низом точно с кистей, да, на отбитую шайбу. Причем в дальний угол. Бат. Там закладывал уже корпус у динозавратора номера, но Игоря Жганцова не успел помешать. Ой, что делает, а? Вот тебе Нечушкин. Да, Валера опять не успевает игроки. А он знал, что Глумок не успел, да, принять его? Но знал, что делал. Он еще успел на вратаря посмотреть и поработал в противоход. Нет, но получается так, что Глумок не успел, да, принять его? Он как-то вообще со своего места, где он располагался, совершенно не лазарят. Отпишли уже нарушение. Одно за другим. А вот-вот-вот там, говорит, как уже... Ну, шлухол, это зря. Вот-вот ему спуск-то не даст, если у ЦСКА есть парень, он с А4 уже... Не-не-не, это, по-моему, тут... Нет, этот парень будет биться за место в составе. И вот мы видим, что... То есть ты пропусти, я чехал, да? Моя публика предоставит победу, наверное, Хетберга в этом бою, но точно не проиграл. Потому что вон Геннадий Столяров... Ну, Горан Безина тоже получил... Получается так, что выиграл свой свой бой, хоть и оказался он слуху. Геннадий Столяров, первым-то упал 71-й номер ЦСКА. Ну, и вот мы видим, как Шмыхов против... Не ждал уже, с перевесом повел. Да, вот удар пропустил. Встречный, это, конечно, как остался на ногах. Ноги новые, крейчик на синей линии. Недалеко от синей линии. Ну, и бросает очень как-то безхитростно, но он знает, что делает. Потому что добивает шайбу, пустые ворота. На пятачке как раз именно он прокол шайбу на данную штангу, где стоял один. Никем не прикрыт Александру Жеру. Как не боролся там Михаил, а он не смог попасть по этой шайбе. Ну, Фаста не виноват, то шайба задела кого-то, да? Нет, там Томаш Мертель, он, во-первых, подправил эту шайбу. Я думаю, не смутит, потому что они пять шайб забили. И так, из них две Петров, по одной Дакоста, Муршак и Нечушкин. Пропустили же армейцы лишь дважды, оба раза от Александра Жеру. Победа, победа ЦСКА в Загребе. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Кирилл Корнилов и Юрий Розенов вместе с вами смотрели хоккей из Хорватии. Всего доброго, до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok